Добрый день друзья, с вами Изидыч и покуда мы продолжаем авиационную серию, сегодня у нас в выпуске аномалия, также нисходящая спираль и пропуск в ней и другие моменты которые я прокомментирую в качестве основного самолета выбран пушечный биркет это именно та машина которая позволит вам несколько расслабиться играя за соединенные штаты особенно хорошо будут чувствовать себя люди которые пересядут с мустангов это зверюга имеющие 4 20 миллиметровые пушки идеально подходит под тот стиль игры который я предпочитаю а это разумеется не просто бум-зум это вкупе еще и с маневренным боем достаточно активная агрессивная игра и биркет который может замечательно климбить очень хорошо маневрировать его оптимальный высота как раз в районе четырех тысяч метров это не какой-то там высотник то есть эта машина может смело даже вступать в докфайты и неплохо жарить на низах но возможно кому-то нравится более безопасный геймплей это когда летаешь от точки до точки тупо проходными атаками без каких-либо рисков но давайте уже посмотрим что-нибудь интересное так меня атакует сиден кай и разумеется у него некое преимущество по позиции он был выше чуть быстрее здесь уже прекрасно видно что он сбрасывал тягу следовательно не его уже не пропустить поэтому я принимаю решение уходить вниз немножечко разогнаться уже в нисходящей спирали о которой я говорил начале видео и уже мне все-таки попробовать пропустить сиден кай вот он уходит вниз а я сейчас буду ходить вверх вправо и сразу сброшу тягу в ноль здесь делаю размазанную бочку и закрылки заранее выпускаю в посадку чтобы быстрее гасить скорость взлет и посадка вот именно в этих положениях нужно постоянно чередовать в зависимости от скорости здесь я даю тягу на максимум потому что мне нужно вытаскивать нос самолета вверх но здесь он уходит уже вниз поэтому я снова сбрасываю тягу но лишь до половины потому что не знаю будет ли он отрываться или продолжит маневренный бой я вижу что он продолжил поэтому тягу я уже подстраиваю соответственно сажусь на плотную 6 и уже буду его сбивать закрылки у меня как видите то взлет то посадка шасси выпустил чтобы погасить скорость потому что перестраховался не знаю насколько он опытный но здесь в итоге шасси не потребовалось потому что почти сразу мне пришлось давать тягу на максимум еще и с форсажем ведь противник ничего из того что я от него ждал не предпринял но это не значит что шасси лишь понты на самом деле у меня был случай где шасси меня очень спасло я смог пропустить противника и контратаковать когда нет воздушного тормоза а хочется экстренно погасить скорость приходится экспериментировать пока есть пауза после такого экшона я дам следующее пояснение нужно быть аккуратными закрылками когда вы делаете нисходящую спираль когда самолет по спирали опускается вниз потому что все таки у нас постоянно возрастает скорость а тем более что самолет то палубный хоть и мощные эффективные закрылки но легко оторвет поэтому нужно либо до режима вы переключаться либо вообще их убирать и делать пропуск за счет нулевой тяги закрылки надо выпускать когда вы пытаетесь немножечко поднять нос самолета или уводите его вправо или влево в общем главное не стремиться вниз когда выпускаете закрылки то есть здесь надо как бы хитрить тогда и пропуск противника получится вы наверное уже заметили что я играю довольно агрессивно то есть даже если я один не боюсь влетать в кучу врагов но я все время оказываюсь ниже на самом деле я это делаю специально конечно самолет может хорошо заклимбить но моя задача это в кучу врагов взять самого крайнего и попытаться его увести в сторону либо просто проатаковать если он невнимательный если же он выше то развести на энергию попытаться втянуть его маневренный бой контратаковать когда у противника есть преимущество по высоте и он на большой скорости стремится бумзумить вас это совершенно не проблема все что нужно сделать это пойти в противоход они сразу в панике пикировать вниз и это сделает лишь хуже посмотрите сейчас моего противника который пытался мне проатаковать должен сбить корсар но как всегда союзники имеют потрясающий а им приходится выживать самостоятельно обратите внимание сейчас противник атакуют уже на меньшей скорости следовательно он уже не такой бревнолет он может неплохо доворачивать и тем не менее мне хватает сил из последней скажем так возможности своего самолета я уклоняюсь на меня немножечко задевает здесь из-за повреждения не смог его контратаковать но какую глупость делает мой противник кусок я перевернулся с помощью рулей направления то есть я зажал кнопку кью оказался в нужном положении он проходит подо мной и дальше уже ангар следующий пункт его назначение враг пожадничал увидел дым моего самолета думал что я уже не боеспособен можно вступить маневренный бой и добить но не тут то было но сбивать противника можно не только с помощью пушек посмотрите как меня фокусит это фока самом деле мы прекрасно сейчас понимаем что у нее более высокая скорость изначально она менее маневрена следовательно нам просто нужно довести ее до пункта назначение резко потянуть ручку в сторону и земля сделает все за нас а фока и своей жадности поплатиться ремонтом своего самолета пока не единственная кто могла бы стать жертвой данной тактики ведь бывают и другие агрегаты которым иногда везет и они находят вот это вот речку вот это вот низину а мог бы тоже оказаться в том же положении так ну давайте перейдем к следующему бою и к другой опасной ситуации когда враг не имеет преимущества по высоте но имеет небольшое преимущество скорости он не спеша приближается такого пропустить сложнее поэтому мы сами должны сделать все условия когда мы сможем его пропустить то есть уйти вниз начать разгон после чего когда он втянулся как раз в наш маневр сделать опять вот этот вот маневр с размазанной бочкой вот мы видим что враг даже не знаю что такое тяга он просто на полной стопроцентной тяги пошел дальше мы успели его критануть и он разбился но это все мелочи ребята вот этот вот нубас это так на самом деле не значительно по сравнению с этим японцем настоящим самураем посмотрите что он делает он без хвоста как он летит на базу господи игра как он это делает но нахер отец ну ты видел видел этого парня у меня даже рука не поднялась сбивать я просто даже включил дым и он тоже так что пусть надеюсь долетит все будет нормально а вот этого засранца мы собьем обязательно да ребята тундра эта страна невиданных чудес но от этого только забавнее и веселее вот как по мне а дальше еще будет кое-что интересное покуда идет раздача возле вражеских пвошек в следующем сражении где беркет превозмогает и выживает как может я обратил внимание официальную группу где некий павел обратился к разработчикам под моим видео который кстати попала по управлению официальную группу и попросил уважаемые разработчики отключите закрылки и тангаж а то все слишком заморочено и походу это сигнал пора создавать четвертый режим для таких игроков как павел представителя новой волны пришедших в наш гром войны с такими людьми авиационная общественность может спать спокойно ладно ребята в общем видос надеюсь вам понравился поднял настроение поддержите не забудьте пальцем вверх подписка на канал и обязательно что-нибудь интересненькое сниму когда будут интересные непосредственно моменты все ребята всем хорошего настроения всем пока м м и